В сегодняшнем выпуске расскажу о человеке с сердцем демона, о душе Конеки Кена. Всем приятного просмотра! Мы начинаем! Герой по имени Лео, он же Демон Сердца, пробирается в замок, где встречает королеву Ехидну и её четырёх генералов. Он говорит, что хочет присоединиться к демонической армии, хотя он был тем, кто уничтожил её в первый раз. Ехидна ругает его и приказывает своим генералам вышвырнуть его вон. Но, несмотря на это, Лео постоянно пробирается обратно и в конце концов убеждает генералов послушать его презентацию. Эдвард ручается за его навыки и готовь взять его к себе. Лили тоже хочет быть с Лео, так как хочет выйти за него замуж. Мор Несс не очень-то в восторге от этого, и тогда Джина спрашивает его, почему он хочет присоединиться к армии демонов. Лео рассказал, что после того, как он победил её армию демонов, люди, которых он спас, обращались с ним как с монстром и хотели убить его из-за страха, что он станет следующим королём демонов. Это привело к тому, что Орден Элис изгнал Лео из города, даже несмотря на то, что он защитил философский камень от кражи. Лео изо всех сил пытался поддерживать себя после этого. Именно тогда он решил отказаться от мира и встать на сторону демонов. Однако Лео должен держаться подальше от Ехидны, чтобы она не узнала об этом соглашении. Позже Лео вспоминает то время, когда он видел Ехидну, говорящую своим солдатам никого не убивать, поскольку она хочет мир направить в Найлосе. На следующий день Лео будет Шину голосом Ехидны. Она паникует и нападает на него в весёлом приступе ярости. Лео понимает, что Шина находится в большом стрессе, поскольку другие лидеры демонов отступили из-за причинённого им ущерба. Поскольку Шутина единственный генерал, способный управлять Империей, Лео решает помочь ей с реакторами маны, которые работают только на её волне. Он превращается в солдатов, чтобы бродить вокруг, не попадаясь на глаза Ехидни. Однако он делает перерыв между работой, и это расстраивает Шутину. Затем он звонит женщине по имени Дианы и говорит ей дать отчёт о реакторах. Мы узнаём, что Лео с имел навсегда решить проблему, настроив длину волны Джины на других магов с помощью талисмана. Затем он объясняет ей важность делегирования полномочий и помогает ей порядочить свой рабочий график, чтобы у неё было больше времени для себя. Они наконец-то стали друзьями, хотя Лео просит поцелуев взамен на его услуги. Позже Джина просит Лео помочь с планом логистики в Ларгусе, с которым Линя очень хорошо справляется. Джина говорит, что драконы-люди Ларго в хороших отношениях с Ехидной и помогают с перевозкой припасов. Но Лили вместо этого говорит всем веселиться. Это срочное дело, поэтому Лео навещает Ларго под видом Оникса. Он пытается придумать план действий, но он ничего не может сделать без одобрения Лили. Не видя иного выхода, он вызывает ядовитую гадюку и получает укус, чтобы мотивировать Лили собирать для него травы. Она превращается в божественного волка и сталкивается на своем пути с кучей препятствий, которые были установлены Лео как средство научить её важно командной работы, а также делегирование полномочий. Однако вместо того, чтобы использовать какую-либо внешнюю поддержку, она справляется с каждой задачей самостоятельно. Теперь Лео переодевается человеком по имени Готхарт и навещает её, когда она пытается совершить гигантский прыжок со скалы. Он даёт ей несколько советов, но ей всё равно удаются преодолеть препятствия в одиночку. Лео думает, что он потерпел неудачу, но Лили удается воспользоваться его советом, чтобы придумать план. Благодаря эффективному использованию её команды, задача проходит гладко. И Лео понимает, что ему следовало бы больше доверять Лили. Позже его вызывает Ехидна. Он идёт навстречу с ней, как Оникс, и она приглашает его поужинать и выпить с ней. Она просит его снять шлем, и ему удаётся изменить своё лицо, чтобы не было подозрений. Лео хочет избежать ситуации, поэтому он пытается напоить ребёнка, но это не работает. Затем он пытается спросить её мнение по поводу вступления Лео в армию. Но она говорит, что расстроена из-за того, что он помешал ей получить философский камень от Нигилса. Лео сомневается в её намерениях с философским камнем, и она рассказывает о мире демонов, который представляет собой сплошную пустошь. Ехидна хочет сделать жизнь своего народа лучше. И именно поэтому ей нужен камень, чтобы изменить мир демонов. После того, как Лео осознаёт её благородные намерения, он уважает её ещё больше. Ехидна спрашивает его о мотивах и ставит его в неловкое положение, поскольку это сложная ситуация. Он думает о том, чтобы раскрыть её свою истинную личность. Но их прерывает шумная Лили, которая сообщает, что Мини с Эдвард уволились из армии. После небольшого обсуждения Лео отправляется на поиски Миниса, который утверждает, что отправился в путешествие в то время, как он хочет покончить с собой. Лео встречает Марни и пытается разузнать, почему он уходит из армии. Тот, в свою очередь, показывает свою слабость и просит научить его способности общения с другими. Причём в течение нескольких дней. Лео успокаивает Ехидну на его счёт, но та всё ещё переживает за Эдварда. И просит его дочь приглядеть за ним. В одном из кабаков Лео переодевает Марни в официанта и наставляет. На первом заказе наёмники обращаются с ним грубо и пытаются приставать, за что Марни их и наказывает. Лео оценил его поступок и похвалил. Вместе ребята пришли в комнату переговоров, чтобы главный герой мог узнать, почему тот вступил в армию демонов. Ведь его оскорбили люди, которых он защищал от демонов. Марни рассказывает, что его детство было ужасным, из-за чего он решил стать приспешником тьмы. Ехидна ошеломила его своей добротой, однако он хотел её свергнуть позже, пока Лео не победил их всех. Из разговора мы узнаём, что за тысячи лет тому назад Токио был технологичным городом. Что люди летали в космос, но открылся портал и туда проникли монстры. Началась война между расами. И люди создали оружие, вживив сердца демонов и тем самым защитив человечество от угрозы. Но после предательства людьми он начал вторую жизнь и почувствовал облегчение, что рассказал кому-то свою историю. После разговора герои пошли спать. На следующий день Джульетта рассказывает, что Эдвард разочарован в своих людях. Проиграв битву химерам за ковчег и не принимает их доводы. Ведь они должны быть такими же сильными, как он. Тогда вместе с Лилей и Джульеттой герой отправляется в подземелье за костюмом Фантом Найн и приводит его в войска Эдварда. К сожалению, робот выходит из строя и атакует героев. После непродолжительного боя он ломается, но пробуждает три других робота, которые уничтожила Ехидна. Лео высмеивает Эдварда за отношение к своей армии и заставляет извиниться перед ними. А зеленые, в свою очередь, просят и дальше быть их лидером. На следующий день Шутина приносит весть. Лео получит повышение и тот с улыбкой говорит, что раскроет все свои намерения при совещании. И вспоминает былые времена с демоном Эйбрадом. Он пытается оправдать народ демонов тем, что хотел для них лучшей жизни. И просит Лео жить так же, чтобы тот почувствовал счастье. Но герой считает себя слабым и тренируется, чтобы стать сильнее всех. Эйбрадо забирает группу сдерживания, и в этот момент он понимает, что совершил ошибку. И решает жить по-другому. На совещании Лео в виде Оникса повышают, и они проходят к порталу между мирами. Оказывается, что из-за нехватки кристаллов он может скоро закрыться. Лео раскрывает свою личность и предлагает помощь и информацию о двух философских камнях. Но Ехидна, увидев Хабман, нападает. Но, несмотря ни на что, они все же идут вместе в поход, потому что Эдвард за него ручается. По пути товарищи смогут поладить, разговаривая о прошлом. Затем Лео говорит, что один из камней у него в сердце и бросает вызов демонам. А условия победы таковы. Если демоны проиграют, он пообещает убить каждого человека на земле. Лео изо всех сил пытается убедить его в том, что он не зло, и выслушивает все его проблемы, за что получает пару лучевых стрел в живот. Команда настроена серьезно. Однако Лео слишком силен, так как копил силу более трех тысяч лет. Марни обвиняют его во лжи и прежде чем еще что-то сказать, получают урон от магии заморозки. Лео превращается в небесного волка, но даже ее сил оказалось недостаточно и проигрывает. Ехидна понимает, что нужно использовать заклинание, которое было изобретено специально для него, чтобы сковать его силы. Лео не пытается увернуться от ее атаки и видит свое прошлое в мельчайших деталях. Как он пытался спасти мир людей, придумывая план. Как люди на него полагались, но в итоге пришел к желанию войны. Внутри себя он понимает, что настоящее зло всех миров – это он сам. Ему нужна была Ехидна для того, чтобы уничтожить его философский камень. Она понимает, что он прошел через боль и страдания за тысячи лет и не хочет убивать его. Герой рад, что его друзья все же смогли одолеть его и просит каждого, чтобы те его добили. Они отказались со слезами на глазах, и Ехидна приказала ему стать послом мира людей и демонов. Он залечивает свои раны и отправляется в замок, где решается помочь миру демонов стать лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!